Здравствуйте! Меня зовут Сергей Бакуменко, и я делаю такую литературно-музыкальную программу в Одессе в клубе Blues Brothers, которая называется «Вечера на хуторе Бакуменко». Почему я на себя взял такие полномочия «Вечера на хуторе Бакуменко»? Ну, потому что я окончил режиссерские и продюсерские факультеты. И имею такую способность знать всех в этом прекрасном городе, кто занимается культурой и искусством. Я нахожу классных личностей, которым есть что рассказать со сцены. И, с другой стороны, я нахожу людей, которым это будет интересно смотреть и слушать. Мы обязательно победим все наши завоевания, которые мы отстаиваем, завоевания украинской революции, которая произошла. Мы также связываем ее с тем, что поэты и творческие люди будут тоже в этой революции не на затворках, а будут помогать строить это общество. Поэтому мы хотели бы сегодня прочесть некоторые стихотворения и пригласить вас на наше литературно-музыкальное программу. Я бы хотел представить сразу Станислава Добровского, который будет участвовать с нами в этих же вечерах 12 февраля в 20.00. Станислав, пожалуйста, я очень прошу, выходите быстрее. Почему? Потому что время не терпится. Как ты научился писать стихи? Главная наша литературно-музыкальная тема, как я научился читать стихи и писать? Я, когда в тюрьме сидел, работал электриком, меня ударило током, я начал работать сантехником. После этого я начал писать стихи. Лучше бы ты был сантехником, тебя ударило током, ты бы сел в тюрьму и стал писать стихи. Извините. Давай какое-нибудь стихотворение электрическое. У меня буквально сегодня написано стихотворение. Ты умеешь читать? Нет. Я вам основной ходу читать. Да, чей стихотворение. Так как Сергей запретил мне читать про наркотики, тюрьму и с матом, и про секс, и попросил что-то светлое и теплое, то у меня сразу родилось стихотворение. Первое мое стихотворение из одного слова. Лампочка. Но у меня есть нормальное стихотворение. Солнце залетело в поднебесье, словно подключили фонари. С осознанием утренней Одессы я проснулся в комнатной пыли. Мне навстречу по двое, по трое прилетели с мыслом грохоча фразы сонной половинки Ольги. Эй, Домбровский, я люблю тебя. И с тихой песнью мужицкой ей сварил животворящий чай. Понедельник это очень близко, понедельник это не кончает. Все идите в жопу, на работу, по дороге, громко улыбайтесь. Боженька так любит идиотов. Только ими вы не оставайтесь. Ну что ж, виртуальные аплодисменты. Котят давай, давай про котят. Что же котята там хотят? На моем одеяле котята смотрят дикий кошачий сон. Как давно я вот так же, когда-то, был в себя самого погружен. Время висло, тягучей конфетой, извивалось под лучиком пыль. И как море, нагретое летом, мир был чистым, немного святым. По квартире молчания витала с просьбой бабушки вдеть в иглу нить, которую она сшивала в серебристую пустоту. Чердаки безмятежного детства, там монеты блестят по углам. Моя мать говорила с кокетством, что за это прибудет нам. Словно нищая, нищая счастье. Оставляя взамен себя, соберет эту мелочь и здрасте. Поцелует в глаза тебя. Там оторваны были обои, на которых мой дерзкий взгляд находил безмятежные морды в одеяле уснувших котят. Прекрасно. Если у меня нету чашки в руках, то пожалуйста, спасибо. Спасибо. Стас, спасибо большое. Приходи на вечера в 20.00, 12 февраля, Успенская, 66, Одесса. Теперь бы я хотел представить наш дебют дебютанта Крама Услада, которая познакомилась со мной, и я познакомился с ней на Фейсбуке. И так как мы всем даем слово на наших вечерах, кто умеет писать стихи или тому, кому есть что сказать со сцены, я объявил в Фейсбуке такой клич. Пожалуйста, поэты, творческие люди, обращайтесь, и мы дадим вам место под солнечными софитами Блюз Бразерс Клуба. Пожалуйста, Крама. Здравствуйте. Я думаю, из нас двоих мне чаще открывались дали. А вы все лгали, в свои сны летали. Вы же гений, воображаемый мой друг. Я помню, как вы пели, склонивши голову к устам моих подруг. А что теперь? Я вижу вас на каждом светофоре. Вы печальны. Вы в сговоре с собой. Вы в отчаянии. Зеленый чай. Ваш третий том сгорел в огне сердец. И гений вас покинул. Все. Конец. Ну что ж, прекрасно. Прекрасно. Есть какое-то, может, маленькое еще? Маленькое, Ваня. Все. Маленькое. Я на встрече. На встрече, да? 12 числа. Вы помните, где у нас встреча? 12 февраля? Название не помню. Плюс Бразерс. Плюс Бразерс, да. Да, да, да. Спасибо большое. Спасибо большое. Да, я надеюсь, что новые имена будут открыты в нашей программе «Вечера на хуторе Бакуменко», что происходит в Одессе. Сейчас я хочу дать слово Анжеле Аравиной, которая также не только поэтесса, но еще и просто добрый, хороший человек, который помогает и нашему фронту, и помогает, собственно говоря, и животным, насколько я знаю. Вот. И хорошо пишет стихи. Пожалуйста, Анжела Аравина. Дякую. Дякую, Сергій, за таке чудове представлення мене, як людини. Дякую. Я хочу два слова сказати про цю подію, яка відбудеться 12 лютого. Це важлива подія, тому що відкриваються нові імена української культури, новий шаг української культури. Не важливо, якою мовою читають поети свої вірші, російською або українською, це все одно є українська культура, майбутнє наше. Дякую. Дякую. Другий вірш, він писався рік тому, присвячений був загиблому герою Майдана, але так сталося, що він досі актуальний і буде ще актуальний деякий час. Прости мені, що я живу тинні, прости, що я живу ціною такою, я б помінялась місцем залюбке, щоб тільки мати не відчула болю, щоб у дітей був батько-захисник, щоб у дружина чоловік коханий, я б помінялась місцем залюбке, свою, щоб чиюсь закрити рану. Але живу, а ти лежиш в троні. То дякую тобі, герой загиблий, за те, що своїй смерті подарив мені можливість вільній жити країні. Я обіцяю, що не підведу. І смерть твоя, клянусь, не буде марна. Так сталося, ти мертвий, я живу. А отже, за двоїх боротись далі. Дякую. Дякую. Я представляю Владу Іллинську, которая так же будет выступать у нас на вечерах. Пожалуйста. Очень медленно Владу перейдеться. Здравствуйте. Дякую. 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 Хорошо. Я тогда прочитала два коротких текста, один более лирический, другой более философский. Рисуй меня. Рисуй. По капельке. По слою. Под соло-кастаньет оттачивай туше. Рисуй меня. Рисуй. Растрепанный. Босою. Рисуй меня такой, чтоб жалко было сжечь. Рисуй меня. Рисуй. Под жаркий тиамо. Упрямый и смешной. Останусь на холсте. Рисуй меня. Рисуй. Пускай сегодня рамой окажется для нас привычная постель. Спасибо. И второй текст о том, что актуально всегда, наверное, о правде, о истине, которую все ищут, ищут, никак не найдут. Так и называется текст «Истина». Прозрачные слова меняются местами, а истина лежит незыблемо на дне. Лежит в себе и ждет. Но кто ж меня достанет? Не век же мне торчать на этой глубине? Поднимется песок, закрутятся воронки, и кажется, вот-вот начнется путь на свет. Но истина лежит по-прежнему в сторонке, и горечи ее конца и края нет. Проносятся года, муссоны и пассаты, и тысячи комет, и сотни тысяч дней. И мы с тобой, увы, совсем не виноваты, что истина никак не станет нам видней. В кромешной темноте, под тоннами иллюзий, не слышно ничего, здесь только тишина. Познавшему ее нельзя вернуться к людям. Он больше никогда не сдвинется со дна. Спасибо большое. Я закончу это маленькое экспериментальное поэтическое путешествие прямо в Одесском кризисном медиа-центре. Мы очень рады, что нам предоставляют площадку, что мы идем наряду с политиками, наряду с известными людьми, нас приглашают сюда. Почему? Потому что поэзия также очень важна для нашего общества. Творческие люди всегда видят все наперед. Был один такой случай у меня. Я работал в Одесском молодежном движении Одесское объединение молодежных клубов ОМК. Меня раз в год обязательно приглашал президент этого ОМК для того, чтобы пообщаться о ситуации в стране. Он всегда говорил, что творческий человек видит наперед все. Он может быть несознательный. Пить, выпивать, вести образ жизни какой угодно. Но он прекрасно, творческий человек, видит что впереди. И я это очень ценил. К сожалению, уже нет Михаила Петровича Бочарова. Он ушел из жизни пару лет назад. Но я знаю, почему я общаюсь с поэтами и творческими людьми. Потому что я хочу знать, что будет происходить дальше в нашем мире. И я закончил сегодняшнее наше выступление своим тоже стихотворением. И приглашаю вас 12 февраля в Блюз Бразерс Клуб, что в Одессе, Успенская 66. Мы там делаем регулярные программы «Вечера на хуторе Бакуменко». Понимаете, я вырос, понимаете, подрос. Я теперь не выкомшитый, я теперь не сгулькин нос. Перестаньте меня трогать, бить все время по рукам. Я теперь не гоголь-моголь, я теперь духовный храм. От обиды зачерствел я. Не спущу вам и намек на то, как я одеваюсь, Как меня обидел Бог, на то, как я был уронен, На пол матерью своей, на то, как я не свободен. Или то, что я еврей, не смогу теперь спустить вам Даже глупых, пьяных слов. То, что с детства я уродлив, то, что не растет усоп, У меня под толстым носом, что так портит мне лицо, Что не вышел даже ростом, что не стану я отцом. Ну, какое ваше дело? До того, что я бедняк, до того, что пью я водку, А не марочный коньяк, перестаньте тыкать пальцем. Когда мимо прохожу, у меня большие яйца, Я немного торможу. Оторвите свои взгляды, меня создал таким Бог. Да, я очень озабочен, никого найти не смог. Понимаете, я вырос. Понимаете, подрос. Тот, который столько вынес человек, не карлик нос. Благодарю, приходите к нам.